Воскресном эфире 4 канала программа 7 дней прибужья. Меня зовут Анастасия Цыкун. Я приветствую жителей Брестского района, а также всех, кому интересна жизнь нашего приграничного края. И вот о чем сегодня в выпуске. В центре внимания вопросы развития животноводства. На базе Брестского района прошла коллегия по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома. Праздник любви, верности и взаимопонимания. В районе отметили День семьи. Крылья музыки. Голоконцерт районного конкурса состоялся в Матыкальской детской школе искусств. Путь в большой футбол. В районе прошли соревнования по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. Вопросы развития животноводства были в центре внимания коллегии по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома, которая состоялась накануне на базе Брестского района. Что не случайно, ведь прибужья является одним из лидеров региона в этой отрасли. Репортаж с коллегией нашего корреспондента Евгения Мороз. Молочно-товарную фирму «Смуга» ООО «Агросатросвет» ввели в эксплуатацию в августе прошлого года. Все согласно технологическим требованиям. Стретильные работы ведутся и сейчас. Возводится телочник на 500 голов. Цель – создать воспроизводство стада полного цикла от теленка до отела. С целью того, что в хозяйстве было принято решение увеличить поголовье, эту ферму мы построили по новым уже канонам, по современным требованиям. Это ферма именно на животных, которые после первого отела. То есть нетели и животные до второго отела. Эта ферма будет со временем только, как говорится, девичья. И сейчас опыт животноводов «Агросатросвет» активно перенимают коллеги. На прошлой неделе здесь встречали участников республиканского семинара. На этой специалистов сельхозотрасли нашей области. В 2020-м в районе надоели порядка 8065 килограмм на корову. Одна из приоритетных задач на сегодня – качественная кормовая база. Что же касается поголовья крупного рогатого скота в районе, то оно составляет порядка 15800 коров. По району в среднем идет увеличение поголовья коров в связи с тем, что сегодня рентабельное и хорошее производство молока. Поэтому сельхозпредприятия не снижают. Наоборот, поголовье у нас имеется, потому что есть нители. Процент воды у нас более 40 нителей на 100 голов, как считается это все. Поэтому есть чего ввести. Сегодня стоит задача обеспечить это поголовье и повысить дой молока. Одно из самых масштабных сельхозпредприятий «Прибужья» – ООО «Остромещево». Поголовье здесь без малого 18 тысяч коров, из которых 3705 – дойное стадо. Это плюс 226 голов к уровню прошлого года. Три года назад на предприятии одним из первых в области установили доильную установку «Карусель». Время показало, что такая модернизация была просчитана финансово в расчете на перспективу. У нас расширение, если брать здесь, в северной стороне Бреста, на сегодняшний день, в принципе, по молочно-товарным комплексам у нас практически все сделано. По молочному скотоводству мы, как было сказано, купили производственный пик у Беднянской птицефабрики в прошлом году. Там у нас два молочно-товарных комплекса будет. В Прилуках один уже мы реконструировали. Практически там все готово для работы, только осталось по благоустройству. Знаминка еще выпасается. Будем там тоже строить доильный зал, будем строить сарай, реконструировать старые. Развитие, модернизация, производство, плановые стратегии и Брестского района в целом. Все для получения качественных результатов. Евгения Мороз, Александр Севицкий. Семь дней при Бужье. Праздник любви, верности и взаимопонимания. 15 мая Беларусь отметила День семьи. Районное мероприятие, посвященное этому дню, состоялось в Старом селе. Побывал там и наш корреспондент Юрий Печур. Центр реабилитации людей с ограниченными возможностями в Старом селе стал одним из мест проведения праздника Международного дня семьи. При Бужье, как и во всей республике, институт семьи поддерживается на всех уровнях. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Сегодня в районе у нас проживает 1088 многодетных семей, где воспитывается около 4000 деток. Конечно же, и направлена основная помощь именно многодетным. Так, каждый год мы построим по одному 40-квартирному дому именно для многодетных семей. И в этом году тоже эта традиция будет поддержана. И вот в Матекалах планируется до конца года завершить строительство дома для многодетных семей. Ну и те же льготы, которые оказываются в целом государстве, оказываются на территории еврейского района. Двум многодетным мамам Ирине Дмитрук и Ольге Нечипорук на этом празднике семьи были вручены Ордена Матери. Они обе с мужьями воспитывают по пять детей. Довольно-таки сложно, но и интересно. Сложно, когда дети маленькие. А когда дети подрастают, это даже очень интересно. Дети хорошие, радуют. Я думала, что будет сложно, но как таковой нету такого, чтобы было сложно. Дети друг за другом присматривают. Тем более старшая девочка, 15 лет. Семейные пары, которые вместе уже много лет рассказали молодым семьям о секретах своего семейного долгожительства. А самодеятельные артисты подарили присутствующим атмосферу праздника. Также на различных игровых площадках можно было провести свободное время и всей семьей, а на вековое дерево повязать ленточку и загадать желание, чем и воспользовалась семья Марии и Александра Паньковских. Мы загадали, конечно же, в первую очередь здоровье, чтобы наша семья была здоровая, дружная, крепкая. Надеемся, что это желание обязательно исполнится. Главное, чтобы семья была очень дружная, чтобы друг друга поддерживали в трудные моменты, верили, что друг у друга будет всегда все хорошо. Семья – это самое главное. Праздничная атмосфера царила и в деревне Блювеничи. Тут готовились к открытию детской игровой площадки. Это детская площадка на, видите, на открытом поле. Это начало детской площадки. Уже местная молодежь инициировала продолжение строительства этой площадки. Планируют волейбольную площадку себе соорудить уже своими усилиями самостоятельно. Красная ленточка разрезана. Детская игровая площадка открыта для всех желающих. Памятное дерево возле посадила семья Валерия и Дианы Рудич, которые вместе уже 25 лет и воспитывают четверых детей. На сегодняшний день скажем, что нелегко. Потому что семью надо как-то содержать. А хочется, чтобы дети жили как-то в достатке. Сложновато, конечно. Но ничего. Справляемся. Подобные торжества прошли и в других населенных пунктах Прибужья. Юрий Пичур, Тегра Накопян. Семь дней Прибужья. Необъятный мир музыки, насыщенные выступления и праздничное настроение. В Матыкальской детской школе искусств состоялся галоконцерт районного конкурса «Крылья музыки». Чем порадовали зрители и его участники, расскажем в следующем материале. В Брестском районе действует 8 детских школ искусств, где дополнительное образование получают 1070 учащихся. Каждый из них по-своему одаренный и талантливый. В изобразительном и хореографическом искусстве, хоровом пении или ансамблевом исполнении. Продемонстрировать музыкальное мастерство не только в своей школе, но и на публике дает возможность районный конкурс «Крылья музыки». Его идея принадлежит гитаристу, композитору, преподавателю Матыкальской детской школы искусств Эдуарду Кувко. Особенность этого конкурса в том, что он ставит задачу популяризации именно сольного инструментального исполнительства, что очень важно для вообще осознания уровня музыкального искусства, состояния искусства музыкального в районе. Это очень сложный вид вообще исполнительства, сольное. Тут нельзя спрятаться за соседа, здесь ты весь на виду. И мы выявляем наиболее одаренных и, скажем так, перспективных с точки зрения их дальнейшей музыкальной, профессиональной деятельности. В этом году «Крылья музыки» проводится второй раз. Онлайн-отборы проходили на местах. От каждой школы номинировались по пять конкурсантов. Самые яркие звездочки и 15 участников выступили на галоконцерте. Мы постарались максимально представить различные инструменты на нашем конкурсе, показать работу педагогов, как форму методической работы тоже использовать это. Педагог всегда должен видеть своих соратников, своих конкурентов где-то и всегда учиться. Наш конкурс, можно сказать, такая первая ступенька к участию в следующих конкурсах. И ребята тоже из нашего Брестского района, очень многие это подтверждают. Это республиканский конкурс имени Женовича в этом году ребята участвовали. И областные конкурсы, которые проходят в Брестском музыкальном колледже имени Ширмы. Также ребята участвуют в республиканском конкурсе «Львонок». Действительно уровень исполнения наших ребят, он растет из года в год, это ощущается, это очень радует. Два года назад Саша Ширягович понятия не имел, что такое блок флейта. Из всех предложенных музыкальных инструментов мальчик остановился именно на ней и не прогадал. На ней нужно подобрать правильные, как на тромбоне, нужно подбирать ноты, пальцы подставлять, чтобы шел правильный звук. Мы выбрали хор Охотников, Вебера, потому что он так отрывисто звучал, как будто что, ну хор Охотников, даже можно понять по названию, какой будет жанр у нее. Он будет такой, более стакад, там более такое. Он будет отрывистый, такой жесткий, быстрый, такого фона. За каждым номером кропотливый совместный труд педагога и ученика. Часто на разучивание новых композиций для выступления уходит целый год. Ну, взяли вот эту новую песу, папин автомобиль. Ну, в некоторых частях было сложно, там, например, пальцами шевелить, но уже сейчас все легко. Он мне очень нравится, особенно по мотивам, по звуку, тоже такой вот яркий, быстрый. Конкурс «Крылья музыки» планируют сделать традиционным и более масштабным, увеличить количество детей по номинациям. А если есть немало детей, достойных представлять свою школу, то значит, конкурс будет жить. Диана Мещук, Евгений Мороз, Владимир Казаков, 7 дней при Бужье. Путь в большой футбол начинается на этих турнирах. Районные соревнования по футболу, кожаный мяч на призы президентского спортивного клуба прошли на базе Остромечевской детско-юношеской спортивной школы. О накале борьбы и ее результатах в репортаже Юрия Печура. 13 команд мальчиков и 5 команд девочек разных возрастных групп приняли участие в традиционном районном турнире по футболу, кожаный мяч на призы президентского спортивного клуба. Несмотря на погоду, а в день проведения соревнований шел сильный дождь, матчи никто и не думал отменять. Дождь не смыл накала борьбы. Стимул, выход в областной и далее республиканские этапы. А развитию детского спорта, в частности футбола в Брибужье, уделяется много внимания. В последние годы очень хорошо начала относиться и федерация футбола к развитию футбола не только, как говорится, в Брестском регионе, но вообще по всей республике. Дети очень с интересом занимаются данным видом спорта. Передача проводка, обработка мяча удар-поворотом, правда, не всегда гол, но это, похоже, для ребят и не было главным. Главные эмоции – здоровый образ жизни и настоящее увлечение футболом. Мне кажется, часть моей жизни, потому что иногда мне даже не главное просто учиться, мне хочется больше поиграть. Даже если бы не был выбор, лучше бы отдохнуть, но не играть, я бы выбрал поучиться, но поиграть. Мне нравится играть в него с командой. Когда забиваем гол, то команда вся забила, а не один. Конечно, основная цель специалистов – разглядеть в этих детях будущих звезд большого футбола. Но если этого и не случится, пожалуй, не беда. Они просто будут понимать, что такое коллектив и плечо друг друга, ведь футбол – именно такой вид спорта, популярный и у девочек. Потому что мне это нравится, мне нравится быстро бегать. Да, я хотела бы заниматься футболом дальше. Очень нравится, конечно. Ну, бывает такое, что лень, конечно, но все равно как-то охотно заниматься. Победители. Их много в разных возрастных группах. Одних только первых мест четыре. Но лучше всех выступили воспитанники Остромечевской детской и юношеской спортивной школы. У них два первых места. Одно из них разделила с ними и команда девочек. Вторые места у команд из Чернавча, Знаменки и Муховца. Это место на пьедестале заняла и команда девочек из Больших Матэкал. Юрий Печур, Тигран Акапян, 7 дней прибужья. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам вечера и плодотворной рабочей недели. Смотрите 7 дней прибужья в следующее воскресенье в 18.00 на телеканале «Беларусь-4 Брест». До встречи.